Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На проекте произошли некоторые перестановки. К Алексею Купину на остров любви летит Аида Бабаева. Татьяна Владимировна Африкантова рассказала в видеотрансляции, что в конце июня начинается конкурс на поляне и всех одиночек сошлют на остров. Ее же дочь Марина пробудет на острове до 8 сентября. Марина, по словам мамы, каждый день плачет и ей там очень плохо. Юлиана Богомолова флиртует на поляне с Никитой Шалюковым. Виталий Малышев расстраивается из-за этого, он даже запретил Юлиане вообще подходить к Никите. Новенький Артем Волков так и не защитил Машу Кохну от Никиты Кузнецова, но он Маше все равно нравится. Он очень дерзок и интересен, пишет девушка. Его хочется узнавать. Оля Рапунцеля Дима Дмитренко решили узаконить отношения в тесном семейном кругу. Ну а свадьбу для эфира и для участников проекта они устроят осенью. Ольга Бузова приняла участие в концерте на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в честь Дня России. Как приятно, когда с тобой поет вся Дворцовая площадь. До слез, пишет Бузова. До дрожи в коленях. Бузова и Дмитрий Нагиев снова дали повод для сплетен. В сети появились снимки, на которых Дима и Оля обнимаются в подсобке во время съемок премии Муз-ТВ. Саша Артемова и Женя Кузин планируют провести церемонию бракосочетания не в России, а на одном из престижных курортов Греции. Ни родственники Кузина, ни папа и мама Артемовой на свадьбе не будут присутствовать. Саша объяснила это тем, что у них просрочены загранпаспорта, а также на это время намечены другие планы. Но поклонники не сомневаются, что все это просто глупые отмазки для отвода глаз. Сейчас ребята выбирают ведущего на свадьбу, это очень трудно сделать, пишет Артемова, потому что ее мужчина лучше ведущей России и другого такого же найти очень трудно. Надя Ермакова поставила ультиматум своему молодому человеку. Или он на ней женится, или они расстаются. Она дала ему на раздумья месяц, который она планирует провести в отпуске. Саша Гозиас ответила на негативные комментарии, которые пишут ей подписчики даже после ее ухода с проекта. Она возмущена, что никто до сих пор не верит в их любовь с Костей Ивановым, хотя они все еще вместе и собираются даже пожениться. Также Гозиас называют кукушкой, хотя дочь теперь живет вместе с ней. «Будете много писать обо мне плохого», – пишет Гозиас. «Сделаю назло и приду на Дом-2». Влада Ковалевская не жалеет, что ушла с проекта за Стасом Дегтяренко. Ей без разницы, где строить любовь с любимым человеком. Саша Харитонова пострадала в аварии. Это было страшное ДТП, и она лишь чудом осталась жива. Саша опубликовала ролик, где показала все свои синяки, ссадины и гематомы, в том числе и на лице. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Субтитры сделал DimaTorzok